Несколько месяцев они кропотливо работали с историческими документами и теперь представляют свои сочинения об известных людях в рамках регионального конкурса «Литературный юбилей». 2021-й был богат на них 200 лет со дня рождения русского поэта и публициста Николая Некрасова и писателя Фёдора Достоевского. Жизнь последнего пристально изучал Михаил Донодин. «Выбрал, потому что стало интересно историю его жизни, его творческого пути. Вообще нравится изучать мне историю, хотел бы связать с ней жизнь. Историю люблю изучать именно в лицах, о людях, которые повлияли на её ход. Одним из таких людей является Фёдор Михайлович. Свои переживания о России он отражал в своём творческом пути». Всего на конкурс было представлено 46 детских сочинений. Жюри оценивало работы школьников по нескольким критериям. «Это и форма, и содержание. Нас интересовала, конечно, смысл сочинения глубина, раскрытие выбранной, кстати говоря, теми в рамках вот этого направления, юбилей какого-то из писателей. Нас интересовала работа с формой, потому что это совершенно разные вещи писать, например, эссе, написать, например, в форме интервью, или в форме дневника, или в форме письма работы. Вот умение владеть, такой художественной формой нас, конечно, интересовала. Вообще общеречевая культура. Вот это всё входило действительно в компоненты оценки». Победителей в каждой возрастной категории наградили дипломами. Кстати, участие в конкурсе принимали и учителя в отдельной номинации. Они представляли свои методические разработки.